Это программа «День с толком» в студии Мария Мацаева. Приветствую всех, кто смотрит нас на телеканале и в Ютубе. Коротко о темах этого выпуска. Не меньше двух тысяч участников. Масштабный митинг против роста тарифов ЖКХ планируют провести в Бийске. Но предлагаемая активистами площадка не устраивает власть. Арт-пространство или шумная галерея. Доходный дом купца Аверина оказался в центре скандала. Без морозов, но со своими особенностями. Как в Барнауле отпраздновали крещение. Получить субсидию на коммунальную услугу могут не только льготники, малоимущие, но и семьи с невысокими доходами. Об этом сегодня рассказала министр социальной защиты края Наталья Оськина. Прямой эфир с руководителем профильного ведомства прошел на площадке Центра управления региона. Во время него министр отвечала на вопросы жителей края о предоставлении субсидий за коммунальные услуги. Людей в частности волновало, как учитывают доход при получении субсидий, что влияет на ее размер и кто имеет право на компенсацию. Если мы видим, что доля платежей за коммунальные услуги в нашем совокупном доходе очень большая, мы не справляемся, то независимо есть у вас статус малоимущего или нет, вы имеете право обратиться за субсидией. Право на субсидию, а также ее размер напрямую зависит от доходов семьи. Если на каждого члена вашей семьи доход составляет чуть больше 20 тысяч рублей на каждого, на маму 20, на папу и на двух детей на каждого по 20, то, соответственно, в таком случае вы имеете уже возможность подать на субсидию. Отметим, вопрос оплаты коммунальных услуг обострился после повышения тарифов на ЖКХ. В декабре люди получили платежки с суммами, которые повергли многих в шок. При этом средний размер субсидий в крае подчеркнул сегодня министр соцзащиты 2,5 тысячи рублей. И в продолжении злободневной темы. Масштабный митинг против роста тарифов в ЖКХ планируют провести в Бийске. По почетам инициаторов мероприятия в нем могут принять участие около 2 тысяч человек. Активисты настроены провести митинг 29 января. Власти Наукограда в целом не против, но не согласовывают предполагаемое организаторами место его проведения. Подробности в видеосюжете. Митингу быть решили бичане. Иначе как можно повлиять на рост тарифов ЖКХ? Получив койтанцы за декабрь, они были шокированы цифрами в платежке. Впрочем, как и жители остальных городов и районов края. Такого роста совсем не ждали, хотя обещанные 12% вроде и не были превышены. Провести митинг решили в центре Наукограда, где обычно и проходят большие публичные мероприятия. Но столкнулись с непониманием властей. Администрация уведомила нас, что она считает, что проведение такого мероприятия на 2000 человек на этом месте небезопасно. Без лишь тем, что там, по ее мнению, детский нижний городок. На самой площадке детский, из детского городка, только горочка, которая стоит слева от цены. Цена небольшая. То есть, проведение мероприятий никак это не мешает. С другой стороны, площадка, которую они предлагают, расположена в 9 километров от центра города. В Доречье, куда сложно, в общем-то, граждане жалуются, что сложно вообще добраться на общественном транспорте. Такой ответ от чиновников Бейчан не устроил. И они написали очередное письмо в мэрию. Если и на этот раз желаемое место проведения митинга в администрации не согласуют, активисты пойдут в суд. Тем временем, в Барнауле продолжается сбор подписей от жителей края против роста тарифов ЖКХ. На данный момент собрано уже 7 тысяч подписей. Я уже, понятное дело, потеряла счет. Сначала все пересчитывала, а сейчас уже просто страницами, листами считаю. Наиболее активны в этом вопросе как раз представители Бийска и Заринска. Но подписи под письмом, адресованным премьер-министру России Михаилу Мишустину, собирают во всех районах. Его суть в отмене постановления правительства, которое позволило поднять тарифы второй раз за год. Уже на следующей неделе депутат Государственной Думы Мария Прусакова отвезет документ с подписями в Москву, чтобы занести в канцелярию председателя правительства. Чтобы все-таки этого повышения вообще не было, чтобы это постановление отменили, и чтобы у губернатора или вообще лишили права его повышать этот индекс, ну или оставили право только понижать. Потому что предыдущий губернатор, действующий губернатор еще ни разу не воспользовались правом его понизить, этот индекс, почему-то, зная то, что у нас практически самый бедный регион. К слову, подписи собирать не перестанут и после того, как их отправят премьер-министру России, ведь цель сбора пока не выполнена. Но активистов БИИСКа, по сути, уже готов иск, который планируют подать в суд. Они настроены решительно и хотят провести митинг против роста тарифов ЖКХ там, где желают и когда желают. Татьяна Голубева, Дмитрий Денисов, День с толком. Новую школу открыли сегодня в Новоалтайске. В ней есть технопарк, метеоплощадка, столярная, швейные мастерские и даже оружейная. Все это уже доступно для более чем 500 учеников. Подробности в репортаже Юлии Щепиной. К учебе приступить. Школа номер 15 в Новоалтайске уже открыла свои двери для учеников. В новенькое здание с удовольствием перевелись не только дети, но и учителя. Современное оборудование, которое у нас есть, это интерактивная доска, с которой можно работать не просто в процессе показа презентации, а можно работать со всем классом. Мы сейчас только играли, например, в крестике нолики на уроке английского языка, оставляли предложение. Документ, камера, причем это есть в каждом кабинете, каждый учитель может этим пользоваться. Поэтому современное оборудование, это, конечно же, большое преимущество. Именно поэтому я и выбрала эту школу. Я училась в школе номер 166, тоже замечательная школа, но здесь новое оборудование, новые учителя, новые одноклассники. Со всеми сдружились уже, ребята все хорошие. Я очень счастлива, что перевелась в эту школу. Торжественная церемония открытия прошла сегодня. С этим значимым событием жителей города поздравил губернатор края Виктор Томенко. Средняя общая образовательная школа номер 15 города Новоалтайска открыта! Я убежден, что здесь будет комфортно работать учителям, что здесь будет просто замечательно и счастливо нашим ребятам, ученикам. Кому-то подольше предстоит еще учиться, кто-то еще последние годы учебы. Территория школы разделена на несколько зон – отдыха, игровую, спортивную. Последняя включает в себя два спортзала, футбольное поле, волейбольную и баскетбольную площадки и даже теннисный корт. Есть еще опытная зона для разведения декоративных культур, растений и овощей. Оборудована и метеоплощадка. Учебные классы также оснащены всеми техническими средствами. Я вот лично заходил в кабинет физики, я просто был удивлен, насколько там сложная аппаратура. Это не просто школа для обучения, это школа, наполненная современным содержанием, техническим. И мы сегодня являемся вот таким примером, скажем так, современного интеллектуального учебного заведения. Также у нас есть профессиональный ингредиент принтер, сейчас он как раз находится в работе. Развивать в технопарке заведения научно-технический потенциал смогут не только ученики этой школы, но и других образовательных учреждений города. К тому же оно значительно разгрузит уже действующие учебные заведения. Наполняемость у нас на сегодняшний день порядка 30 детей в одном классе, в среднем. На сегодняшний день здесь у нас уже 583 ребенка зачислены, обучаются. Но я думаю, что они обучают у нас первую смену, остальные у нас образовательные организации работают в две смены. Поэтому при комплектовании, я думаю, что это здание у нас тоже заработает в две смены. Это школа для новоалтайцев, объект значимый и долгожданный. Люди говорят, подобные ему, то есть крупные современные, не вводили в городе последние 30 лет. Юлия Щепина, Алексей Фризин. День с толком. За взятки предстанет перед судом. Речь о сотруднике Барнаульского комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи. Следователи собрали достаточно доказательств, чтобы направить обвинительное заключение против чиновника в суд. Сотрудника комитета обвиняют в совершении двух преступлений. Он не только получил взятку лично, но и через посредника, причем обе значительного размера. В ходе предварительного следствия установлено, что в период с 2020 по 2022 год обвиняемый получал частями лично и через посредника от двух индивидуальных предпринимателей, оказывающих услуги по угрозоперевозке на тяжеловесном и крупногабаритном транспорте по автомобильным дорогам города Барнаула, денежные средства в качестве взяток в общей сумме более 90 тысяч рублей. Благодаря взятке должностному лицу у грузоперевозчика была возможность получить в ускоренном порядке специальные разрешения на движение по дорогам города. К тому же при проверке документов к нему относились лояльно. Преступление выявили сотрудники Алтайского управления ФСБ России. Теперь чиновника ждет суд и наказание. Доходный дом купца Аверина оказался в центре скандала. Семья, которая проживает в нем, жалуется на арт-пространство, которое открылось на первом этаже. Что именно не устраивает жителей и чем занимаются в этом пространстве, выяснила моя коллега Ирина Корчагина. Я стою на удалении вообще у подъезда. Страсти в первом небоскребе Барнаула. Семья Галины Гришины живет в доме на Гоголя 76 несколько лет. Весной прошлого года под ними открылось арт-пространство. По словам Галины, спокойная жизнь на этом закончилась. Громкая музыка, крики, все это, говорит Галина, начинается с вечера и до утра. Последний раз это было на выходных. Мы услышали звук ведущего и детские развлекаловки. Я просто дошла спуститься, думаю, по-человечески скажу. Анастасия у нас в семье Горе погиб племянник. Вы своего, пожалуйста, уберите звук, мы хотим немножко в тишине побыть. Она что-то хотела сказать, я говорю, пожалуйста. Она говорит, хорошо. Я поднялась и вот получается до где-то 40 минут звук не убирался. И началась у нас с ней переписка. Договорить со стороны не могут уже несколько месяцев. Владелица галереи Анастасия Дорош уверяет, что здесь проводят мастер-классы, дегустации, показы фильмов. Сейчас в пространстве готовят выставку, посвященную героям спецоперации. По словам Анастасии, режим тишины в этом помещении не нарушают. Бывают у дни рождения, но девушка заверяет, что после 22 часов здесь уже говорят в полголоса. Потому что это галерея, а не ночной клуб. Это первая артрезиденция, в которую люди могут приходить. И приходить разные слои населения, объединять. Столь непростое эмоциональное время. Где черпать вдохновение? И обращаю внимание, что мы это делаем на собственные ресурсы, на энтузиазме людей. Когда мне обращают внимание на то, что кто-то говорит, что не соответствует реальности. Но соседи сверху пытаются доказать свою правду и обращаются в различные ведомства, в том числе в администрацию, в полицию, пока безуспешно. Она затихает на пару недель, опять выплывает. Вот единственный был тихий месяц, это был декабрь у нас. Ну вот он опять закончился. Мы не понимаем, что открыто. Галерея, которая тихо себя ведет, ну, как выставка Карловой была в течение месяца, было все очень прилично. Был почищен снег, было тихо, было аккуратно, было, как они говорят, атмосферно. Выставка закончилась в Карловой, опять у нас начались пьянки-гулянки. У нас нету здесь каких-то ночных гуляний. То есть у нас все в рамках закона. Я открыта к любому общению. И в рамках каких-то законов, если нужно перепланировку, что-то закрыть, перекрыть или еще что-то сделать, давайте решать эти вопросы. Насколько это законом возможно и насколько это возможно финансово. Давайте как-то решать этот вопрос, как его можно решить, чтобы избавиться от этого дискомфорта. По словам владелицы арт-пространства, к ним уже больше десяти раз приезжала полиция. Если частые визиты сотрудников различных ведомств никак не повлияли на конфликт, по всей видимости, соседям все же придется сесть за стол переговоров, чтобы спокойно уживаться в одном доме. Ведь в конце концов, искусство должно объединять, а не разъединять людей. Ирина Корчагина, Алексей Фризин. День с толком. Мусорный полигон в Усть-Калманке продолжат эксплуатировать до 1 февраля, сообщают в региональном министерстве природы. Ранее ведомстве уверяли, что полигон полностью перестанет принимать отходы с 17 января, и мусор повезут в Рубцовск. Перенос закрытия полигона в Усть-Калманке связан с неточностями в договоре о прекращении эксплуатации площадки. Но пока документы приводят в порядок, неравнодушные жители бьют тревогу. Смотрите, что здесь лежит на полигоне. Картон, который здесь не должен лежать. Вот непонятное содержимое. То ли после парикмахерска, то ли дохвый баран. Страшно, очень страшно, во что превращаем мы свой родной край. Проблемы в логистической цепочке с отходами в Аллейской зоне добавляет и ситуация с еще одним полигоном в Романово. По словам руководителя регионального отделения Народного фронта Сергея Войтюка, затягивает процесс, в частности, Росприроднадзор. Росприроднадзор мы призываем, чтобы ускорить процесс легиметизации Романовского полигона, РОШного. То есть для этого даже не сам полигон надо легализовать, а привести в соответствие документы по его оператору. То есть заявление которого уже фактически год рассматривается. Добавим, проблема с размещением новых полигонов и закрытием тех, что уже потеряли свои возможности, остается злободневной на протяжении нескольких лет. Люди остро реагируют на создание мусорных площадок вблизи населенных пунктов, а также на то, что по новой реформе отходы с нескольких районов нужно свозить в одну точку. А теперь к другим темам. Сегодня большой православный праздник – Крещение Господне. В нашем регионе он прошел без традиционных морозов, что бывает нечасто. А в Барнауле еще и со своими особенностями. Подробности в нашем сюжете. Особый водосвятный перезвон. Такой звучит только в праздник Крещения Господне. Он сообщает о чине великого освящения воды. В Барнауле уже утром у Знаменского женского монастыря масса прихожан. За Крещенской водой целые очереди. А после литургии – традиционный крестный ход. Кстати, первый официальный после ковидных ограничений. Маршрут шествия – от Знаменского монастыря до Крещенского городка Нааби. В этом году на реке все сделали по канонам. Построили городок с часовней и Иорданью. Возвели купель. Освещал воду митрополит Сергий. Мой Иорданник, крещающийся тебе Господи! Для соблюдения мер безопасности дежурят оперативные службы и правоохранительные органы. Предусмотрены пункты обогрева – баня и палатка с бесплатным чаем. На купеле находятся спасатели. На лед они запускают сегодня людей больше, чем обычно. Толщина льда нормальная, устойчивая. Структура льда хорошая в этом году, кристаллическая. Толщина в среднем 55-60 сантиметров. В принципе, это и по краю такие же толщины. Несмотря на теплую погоду, желающих окунуться в купель в этом году было не так много. А тем, кто все-таки отважился, напротив, не хватило низких температур. Шикарные. Водичка самая теплая. В морозе, конечно, поинтереснее. Но греет-то святое, поэтому рекомендую вам искупаться. 60-70 лет этим делом занимаюсь. 90 лет это я когда-то свящаю вторым. Знаете, я иду ради чего-то. То есть, ну, ради детей, ради умерших и живых. Тогда легко. Это ради чего-то. К этому нужно готовиться. Нужно в течение года, если вы моетесь в душе, заместо теплой воды смывать себя. Это вот намылились и потихонечку смывать холодной водой. О том, что погружаться неподготовленным в необорудованную купель нельзя, говорят и сами священники. В главном условии для погружения в воду должна быть мера. А еще оборудованное место, да? И обязательно наличие людей, которые могут или обладают навыками спасения утопающих. Тем, как оборудована купель, люди остались довольны. Но, судя по комментариям в соцсетях, Барнаульцев возмутил тот факт, что в этом году окунуться в главную купель нельзя было в крещенскую ночь, в отличие от прошлых лет. Первые омовения начались сегодня в полдень, после освящения купели. По традиции обычно купание начинается после второго освящения, то есть после крестного хода. И традиционно все года так и происходит на центральной купели, когда владыка освящает и начинается обряд купания. Почему обряд начался позже, чем обычно, никто не смог дать пояснений. При этом спасатели на Абиро сказали, что ограничения были только на главной купели Барнаула. А вот на озере Пионерском желающие совершить обряд могли, начиная с полуночи. Видимо, на этом водоеме по православной традиции действует общее правило. Вода становится святой и без специальных обрядов. Мария Мацайва, Андрей Печоркин. День с толком. А на этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит не только по телевизору, но и в социальных сетях и на YouTube. Для вас работает телефон нашей редакции 205-545. Подписывайтесь на нас, ставьте лайки, участвуйте в обсуждениях. А через несколько секунд о погоде. Спонсор прогноза – компания «Эвалар». До встречи! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok